Идея отдельной полосы под общественный транспорт не нова, но сейчас, кажется, за проект взялись всерьез. Автобусам и троллейбусам предлагают третью или четвертую полосу, которую сделают с нуля. Эта новость вызвала споры. Проще было бы движение, по своей полосе бы ездили и все, а то они ныряют туда, 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 сюда, туда, сюда, то вправо, то влево. Ну и как их тоже можно понять? У них что вот еще от графика, что они ныряют, где-то не успевают. Не нужна полоса нам. А почему? Будут пробки еще больше. Еще больше только этих будет? Дело вижу по Ленинскому, уже раньше полосу. Было еще хуже. Проект разрабатывает политехнический вуз. Ученые исследуют дороги города и выбирают участки, где отдельная полоса будет востребована. В основном самые оживленные улицы. При этом говорят, что такие изменения нужны в первую очередь пассажирам, чтобы добираться домой быстрее. Задача города не борьба с пробками, а борьба за время передвижения. То есть, если город обеспечивает короткое время передвижения между, допустим, домом и работой, то, соответственно, транспортная сеть работает эффективно. Автомобилистам новшество обернется пробками. А мэрии траты на разметку новых полос, покупку дополнительных камер видеофиксации, одна в среднем миллион рублей, и расширение дороги. Поэтому чиновники, хоть и разрабатывают проект, но с реализацией не спешат. Комплекс мероприятий очень большой. Это не просто взять, нарисовать разметку, нарисовать букву А, что это полоса для выделенных, для общественного транспорта и все. То есть, комплекс очень большой, комплекс очень затратный. И в первую очередь необходимо определение целесообразности ведения данных мероприятий. Так что, возможно, городские власти сочтут проект неэффективным, и он так и останется идеей. К концу года власти должны решить, выделить ли отдельную полосу на проспекте строителей. Об остальных участках города пока речи не идет. Татьяна Голубева, Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.